приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала сегодня чаще всего делятся опытом пребывания на зоне женщины которые получили срок по политическим статьям чаще всего они рассказывают о своих переживаниях с оттенком гордости за свои поступки которые повлекли последующие испытания в жизни но и их истории это серьезный опыт они рассказывают что на самом деле страшно что просто мифы придуманные ради подогревания интереса к тюремной теме это ценная информация о том как не изменить себе остаться личностью и быть женщиной даже в таких условиях многие заключенные говорят что тяжелее всего переносить постоянное присутствие массы женщин от общества которых просто невозможно избавиться никаких собственных планов и их реализации часто это потупляет рассудок и погашает эмоции личное пространство в тюрьме минимально свободном распоряжении бывает только скамейка в местах для курения часто местом уединения выбирают комнату для сушки личных вещей какие-нибудь затупки или хотя бы кабинет психолога быт женской тюрьме казенные до невозможности трудности вызывают это что даже в душевых кабинках отсутствуют двери в неделю позволяется иметь один выходной и трудовой отпуск длиной в две недели раз в год но и в эти дни также нужно вставать соответствии с распорядком и в любом случае администрация всегда четко следит за тем чтобы заключенная была чем-то занята 6 утра подъем в 10 вечера отбой и никаких отклонений единую форму одежды должны выдавать раз год но это нереально женщины часто ходят в одном и том же по нескольку лет все эти меры призваны подвести каждую личность под шаблон так легче управлять стадом необходимо быть морально подготовленным ко всему чем придется столкнуться с первыми трудностями женщина сталкивается еще по дороге в тюрьму этапирование часто бывает долгим утомительным и мучительным к этому нужно подготовиться очень часто случается что заключенную между пересылками отправляют транзитную камеру в сизу они часто перенаселены и грязны здесь нужно четко контролировать личные вещи их очень часто воруют когда заключенные перевозят поездом чаще всего в купе есть свободные места потому что женщин этапируют не так часто необходимо стараться отдыхать при каждом удобном случае так как никто не скажет когда в следующий раз придется поспать или даже просто лечь во время этапирования в вагоне очень многое зависит от конвоя туалет всего один куда может отвезти только конвой но им часто может быть просто лень поэтому в дороге лучше много не пить но конвойных можно у масли с помощью одной или двух пачек сигарет тогда заключенная пребывает в более комфортных условиях осужденной нужно быть готовой к отбытию на этап в любой момент даже ночью и никто не скажет куда везут не сообщают и родственникам а иногда даже адвокату дают ложную информацию во время этапирования свидания и передачи запрещены нужно быть готовой к пребыванию наедине с собой новоприбывших женщин никто не сажает на корточки как мужчин если статья по которой осудили особенная конверт с личным делом помечают специальной полосой у работников зоны своя кодировка почетные и непочетные статьи в женской тюрьме это миф кроме детоубийства но как правило таких стараются сажать отдельно когда новая осужденная приходит в камеру никто силой требовать правду о том кто что сделал не будет но сказать следует просто в общих чертах без подробностей лучше не врать но и слишком распространяться не стоит в камере могут сидеть женщины которые сливают информацию администрации здесь на самом деле все что заключенная может сказать будет использована против нее если женщина юлит пытается избежать расспросов могут воздействовать физически но это может быть крайне редко женщины редко делают что-то обычно все заканчивается криками если в камере все же оказывается где-то убийца ее могут отправить спать у туалета или на полу на каждой спинке кровати крепится картонка на ней написано полное имя дата рождения статья по которой отбывается срок начало срока и его конец особый интерес вызывают политические статьи они считаются особенными и немного крутыми потому что в основном сидят за наркотики убийства или кражи за наркотики сидят в основном цыгане то что заключенная делала на свободе причина по которой она оказалась тюрьме никого не волнует по большому счету исключение составляют только детоубийцы но их никто убивать за это не станет администрация как правило очень грамотно регулирует такие ситуации управляют миром внутри коллектива с помощью нескольких способов это и условно досрочное освобождение и поблажки в режиме кроме того в женских тюрьмах существует коллективная ответственность если одна что-то натворила в ответе будут все в таком стадии все контролируют друг друга по сути любая статья предполагает под собой что на воле женщина не была примером для подражания кто-то крал последние гроши у бабушек кто-то сажал на наркоту молодежь кто-то сам сидел на игле и прежде чем оказаться в тюрьме сдал нескольких своих друзей и продавца здесь реализуется заповедь не суди да не судим будешь сами зэчки считают что уголовное дело это кто то есть это большая разница в стенах тюрьмы нет общепринятых норм морали если заключенная находится в тюрьме по политической статье она конечно вызывает настороженность у соседок потому что это особое явление в тюрьме каким женщинам и у администрации отношения такое же если женщина привыкла к хорошей жизни она образованная и рафинированная лучше не обособляться и не показывать свое превосходство вокруг тоже отбывают срок люди многие женщин оказавшихся в тюрьме действительно не имеют больше интересов кроме еды и сериалов часто за решеткой сидят те кто и вовсе с трудом может читать и писать некоторые впервые увидели сантехнику и помыли с горячей водой здесь не придется выбирать окружающее общество нужно уметь разговаривать просто не брезговать если нужно помочь или даже просто поделиться вкусненьким не стоит думать о том что это опустит женщину как личность на уровень вниз возможно кто-то и не оценит но это простые правила пребывания в любом обществе ходят мифы что в тюрьме не бывает дружбы конечно много врут завидуют и делают все чтобы защитить свои интересы женщине в тюрьме нужно быть вдвойне осторожной со временем получается разбираться в людях гораздо лучше здесь все как на ладони могут проверять на слабину и проявлять агрессию драки в женских тюрьмах случаются редко к психическим атакам надо быть готовой здесь работает наставление не бояться женщина заключенная должна оставаться собой чтобы не врать себе иначе слабину сразу же почувствуют очень важно иметь поддержку с воли это также поднимает статус заключенной материальные блага ценят и здесь и поэтому если женщина получает частые посылки или передачи то она находится высоко в глазах окружающих обычно осужденную жену не ожидают мужья на воле дети могут находиться в детдоме а родители могут и вовсе отказаться от такой дочери друзья и вовсе исчезают сразу после суда так женщины остаются наедине со своими бедами существует единый список личных вещей разрешенных осужденной в него входят такие важные предметы для женщины как косынки бюстгальтеры бигуди пластмассовые косметические принадлежности тампоны гигиенические вата марля вазелин заколки зеркало карманная мочалка нательное белье но не более двух комплектов спортивный костюм или халат тапочки перчатки или варежки кремы и расчески также разрешается иметь при себе предметы религиозного культа например крестики или иконку и художественную литературу полный список более обширный но суть в том что мелочи необходимые каждой женщине все-таки разрешены в женских колониях очень жестко следят за чистотой часто проводят жесткие рейды проверяют наличие пыли провинившихся наказывают работа является огромным куском жизни в тюрьме это важно для тех кто выплачивает ущерб по суду также это важно для тех кто хочет иметь хорошую характеристику и выйти раньше многие женщины работают чтобы время шло быстрее те кто имеет образование получают лучшее место работы однако заработок в тюрьме просто смешной обычно в местном ларьке на эти деньги можно купить сигареты чай леденцы и прокладки но и это хоть что-то но главное это занятие для мозга женщины которые имеют хоть какое-то образование стараются читать книги берут их в местной библиотеке это помогает отвлечься от того что происходит рядом в камере личное пространство минимально многие развлекают себя тем что докапываются к сокамерницам в тюрьме легче находиться не нарушая режим кто может участвует самодеятельности рисуют стенгазеты как правило такие заключенные потом имеют право на удо на третьем году тюрьмы как показывает статистика каждого человека касается деформация личности женщина начинает не просто отбывать срок в тюрьме а жить в ее стенах важно помнить что нужно сохранять свое я со временем жизнь за пределами тюрьмы перестает интересовать как раньше все что было до заключения кажется чужим и нереальным этот момент психологически опасен необходимо препятствовать проникновению тюрьмы внутрь стоит коснуться вопросов веры некоторым женщинам заключенным в тюрьме иногда только на бога и приходится рассчитывать повальной фанатичной религиозности среди заключенных нет но иногда можно встретить искренне верующих людей если говорить о том как все же стоит вести себя отбывая срок то первым делом не стоит противопоставлять свою личность окружению обособление в стенах тюрьмы это тупиковый вариант нужно оставаться собой не врать себе и тем кто вокруг это был канал все тюрьме ставьте лайк подписывайтесь на канал удачи вам